Зараз на ура те, кто сдевится, коли на работе, в школе, альбо навод у дитячем садку, вас попросить принести макулатуру. У опошних годах это особливо расповсюджено. Папиру сбирают и окажутся всей громадой. Для никого это не совсем зручный обовязок. Некоторые занимаются такой корыстной справой, навод зазартом. Ну, эти складаны, например, завести особный пакет для сметки, в котором можно складать только макулатуру. Коробку от авсянки эти списаны в ушневский сшиток, а потом отнести в специальный контейнер. Их у Гомеля около трех тысяч. Все лето заявится еще омаль две сотни. Это просто для каждого из нас. А вот заводская сортировка твердых бытовых отходов – процесс совсем не простым. Осуществляется сортировка коммунальных отходов и дальнейшая доработка для технологического сырья на экспериментальном сортировке в геномеханическом заводе бытовых вторичных ресурсов в городе Гомеля, где происходит сортировка отходов по виду. За пять месяцев 2016 года обеспечено извлечение порядка 25,4% или 5,9 тысяч тонн ВМР из последующих 23,2 тысяч тонн коммунальных отходов. Для сравнения Македовья процент извлечения составляет 11,6%, в Бресте 16,5%. А кроме того, как нагадать об необходности сбору макулатуры, проводятся конкурсы и акции. Например, помеж классами и навод школами. Стать лепшим у навышальной установки классам по сбору папиры – это для детей особый гонор. Как вядомо, кроме спортивного интереса, организаторы не забывают и об материальном заохвачивании переможцев, и не глядяши на разностаенные меры, до необходных тонн – еще далеко. Проведенные мониторинги издевили. Некоторые организации не отримали распоряджения сбирать макулатуру. И иншие при матьюделу в этой справе уволе отмовились, а широк нерыхтовщих предприемств продавал другасные материальные ресурсы за мяжу. Следует отметить, что отдельные предприятия частной формы собственности выявлены недобросовестной работой. Так, Туник, работая с крупными торговыми объектами, Юнифуд, АУМИ, макулатуру, поставляет не перерабатывающими предприятиями республики, а за определенные республики Беларусь, что тем самым влияет на невыполнение его заказа. На неоднократные указания ситуация не изменилась. По такой же схеме работала и второматериалы-1, которые забирали макулатуру у Белый Велизден и ПАП. В результате проведенных переговоров на выездном мониторинге Белый Велизден расторгли договор с второматериалом-1 и по результатам тендера заключили договор с ООО «Мусорсор». Як вядома, паперовая продукция, якая вырабляется с другосных материальных ресурсов, больштанная и экологично чистая. И не треба забывать, что при отказном подходе данной рыхтовки макулатуры и раздельного сбора сметки у всех нас, от школьника до керавника, мы сбережем самый каштованный ресурс Беларуси – наши лясы. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, Телера, ДО, компания «Гумель».